Первый стих, второй стих, очень ценные и назидательные стихи. Сейчас мы переходим к третьему стиху. Я чуть-чуть хотел бы просто напомнить. Первый стих, значит, Иуда пишет о том, кем он был. Но очень скромно пишет. Пишет, что он был братом Якова, но рабом Иисуса Христа. Не упоминая о том, что он был братом Иисуса Христа. Описывает тем людям, которые освящены Богом Отцом и сохранены, Иисусом Христом, значит, для верующих это написано. Пожелания, пожелания очень хорошей милости, пожелания мира, пожелания любви. И следующее, возлюбленные, цель написания. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам обещевание, подвязаться за веру однажды преданную святыне. Отношения. Вообще, прекрасные отношения друг к другу. Ведь для того, чтобы быть в церкви в хороших отношениях, правда, нужно, чтобы эти хорошие отношения были лично, везде, всегда, правда? Если мы кого-то презираем, в церкви мы не сможем нормально. У нас будет то же самое презрение. Поэтому, любовь, это не то, что выражается два раза в неделю или три раза в неделю. Любовь, это то, что должно быть естественным и нормальным всегда. И помните, как Иоанн писал? Очень часто, Иоанн, мы в воскресенье рассуждали о тех сыновьях Грома. И вот этот сын Грома вместе со своим братом, они хотели сжечь это селение Самарян. Помните, да? Мы скажем, Исайот, огонь с неба. Желание было такое, не очень хорошее желание. Потом Иоанн пишет о любви, и очень много пишет о любви. Если мы внимательно читаем первое послание, второе послание, третье послание, если мы читаем внимательно и Евангелие от Иоанна, мы везде видим очень-очень много о любви. Очень часто он называет тех, кому он адресует свое послание или свои слова, как? Возлюбленный. Возлюбленный, то есть это не просто слова, это его желание, и это то, что внутри. То есть если он называет какого-то человека возлюбленным, значит он любит этого человека, правда? То есть это не просто я сказал для того, чтобы красиво звучало. Он сказал, потому что любовью наполнено. Это как бы написано, от избытка сердца, говорят уста. Тут слово возлюбленный, это слово от избытка сердца. От избытка сердца, наполненным любовью, да? Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Почему? Потому что Бог есть любовь. Кто не любит, тот не познавал Бога. И поэтому он написывает и говорит, возлюбленный, имея все усерднее писать вам об общем спасении. То есть у него было очень большое желание написать об общем спасении. Это выглядит может быть так. Очень большое желание у проповедника сказать проповедь на какую-то тему, да? Вот он хочет сказать, ему надо именно на это. Но зная проблему, он понимает, что если он скажет эту проповедь, она будет не настолько эффективной. Ведь можно сказать красивую проповедь, но неэффективную. Можно сказать эффективную. И вот это то, что Иуда, у него было то, что он очень хотел сказать, но было то, что более было нужным. И в данном случае то, что было более нужным, это было увещание. То есть тема, которую он хотел сказать, это о спасении, об общем спасении. Если брать само спасение, то оно, вот это слово, которое здесь используется, то же самое слово используется в других местах. Например, Луки 1 глава 77 стих. Дать спасение народу в прощении грехов. Помните? Об Иисусе Христе написано, что прощение он дает, или спасение дает в прощении грехов. То есть, когда грехи человека прощаются, он получает спасение. То же самое дальше. А помните, когда Иисус Христос проповедовал и зашел в дом одного человека? Этот человек был вообще-то очень с плохой репутацией. Помните, его звали... А ну-ка, вспомни, он по деревьям лазил. Закхей? Закхей. Вот этот человек с плохой репутацией, когда он понял, кто такой Иисус и кто такой Он, у него сразу перемена мышления. Кого чем обидел? Раздам четверо. Половину менее, раздам нищим. То есть, полностью перемена. Что ему говорит Христос? Ну, Христос говорит, ныне пришло спасение дому всему. То есть, спасение было в том, что человек отвернулся от неправильной жизни, поменял свою жизнь и начал по-другому жить. Вот это было спасение. Дальше, когда мы смотрим, филиппийца там со страхами трепут, там совершайте свое спасение. Другие места, которые тоже говорят, когда мы посмотрим Коринфянам, 7 глава. Десятый стих. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Значит, печаль ради Бога, вот внутреннее сокрушение, оно ведет к тому, что человек хочет покаяться. Для чего покаяться? Для спасения. То есть, спасение выражается в покаянии. Дальше, в Откровении тоже интересно. Ныне соделалось спасение. То есть, Бог делает определенные вещи в жизни людей, которые являются спасением. Первое – это покаяние. И уже последнее, когда люди в конце будет встреча с Богом, это уже совершенное спасение, которое, слово Божие говорит, ныне совершилось. То есть, встреча, личная встреча с источником нашего спасения. Много, очень много можно говорить о спасении. И вот Иуда хотел писать об общем спасении. То есть, можно подумать, что это общее, это что-то такое, как для всех. В оригинале есть слово «нашим», здесь его нет. Но оно как бы подразумевалось. Общим, именно вот это слово «нашим», оно подразумевается об общем нашим. То есть, у тех людей, которые спасены, он хотел об их спасении написать. И было большое желание написано. Имею все усердие. Вот очень-очень хочу. Но, я почел за нужное. Я посчитал более нужным. То есть, это очень хотел. А вот это посчитал более нужным. Более нужным. И что же это такое? Подвязаться за веру однажды премьерную святую. Более нужным он посчитал, что нужно более бороться за веру. Вот это слово «подвязаться», это слово «бороться за веру». Значит, хотел написать о спасении, а написал о том, как бороться за веру. Почему? Почему это произошло? Я себе сам рассуждал, и думаю, ну, хотелось ему это. Почему? Потому что более важным. Иуда написал очень мало. Одна книга, одна глава. Всего-навсего. И если... И эту же главу, которую разделили, Всего-навсего 25 стишков. Все. Это все, что есть в Иуде. И поэтому, тему, которую я избрал, она очень актуальна. Она очень актуальна была в то время. И если мы посмотрим, то в наше время эта тема еще более актуальна. «Ибо вкрались некоторые люди, издоровли предназначенных всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутствию, отвергающего единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. То есть проблемой или желанием, почему он все-таки поменял свою тему, стало то, что были люди, люди, которые вкрались, которые проникли в церковь и начали учить неправильно. И из-за того, что вот это неправильное учение начало проникать в церковь, Иуда понял, ему надо вот именно это. Это самым главным является. В чем же это учение людей нечестивых выражалось? Обращающие благодать Бога нашего в повод к распутствию. В других переводах даже говорится «распущенность». То есть благодать из благодати пытаются из Божьей благодати сделать распущенность. Как это можно сделать? Как можно сделать из благодати распущенность? Когда ты неправильно к Богу относишься, когда ты не понимаешь, кто такой Бог, ты можешь сделать из благодати распущенность. Можно. И вот это то, что начало там происходить. И это то, что, к сожалению, происходит сейчас во многих церквях. Поэтому церкви теряют свою силу. Когда грех проникает внутрь, Бог не может работать так, как Он работает, как Он работал раньше, как Он хочет работать. Значит, в чем была проблема этих людей? В том, что они неправильно понимали благодать Божьей, и в том, что они неправильно учили благодать Божьей. То есть благодать стояла выше или отдельно, чем чистота жизни. Если это слово распусти, то посмотреть в других переводах, или как оно, еще другие значения этого слова, то это значение слова разврат, бесстыдство, нечистота. И это одно из слов, в которые употребляются дела плоти. Понимаете? То есть это очень серьезно. То, что, из-за чего люди не наследуют Царство Божие. Галатам, мы знаем, это очень серьезно. Можем сейчас вместе открыть и прочитать. Давайте их откроем. Галатам, пятая глава, девятнадцатый стих. Дела плоти, известные они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, удовослужение, вражда, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распи, разногласие, соблазны, ереси. И вот когда вот это слово нечистота, оно и используется в данном контексте, как слово распутство. То есть нечистота, это не просто там руки забыл помыть или ноги забыл помыть. Нечистота, именно нравственная нечистота. То есть когда человек нечистый, нечистый в своих словах. Вот можно же тоже разного рода анекдоты глупые рассказывать, можно разного рода истории ненужные. То есть распространять распутство. А распутство, оно как, знаете, как грязь какая-то. И люди не понимают, или даже можно по-другому нарисовать распутство, а можно нарисовать следующее картинное. Оно выглядит как, или даже любой грех, он как магнит. Знаете, у человека внутри есть очень много железа, да, который притягивается к этому магниту. И чем ближе ты к этому магниту, чем ближе ты к магниту греха, к магниту распутства, тем больше тебя и с большей силой тянет. Чем дальше, тем легче тебе. То есть для того, чтобы было меньше сила притяжения к магниту греха или к магниту распутства, надо дальше быть от этого. Чем дальше мы от него, тем легче. Чем ближе к Богу, тем дальше от греха. Чем дальше от Бога, тем ближе к греху. И люди не понимают, что есть у сатаны очень много разных моментов, ловушек. И даже сетей. Помните, вот это такое место, что он хочет ловить волю свою. Сатана хочет ловить или поймать человека в свою волю. То есть, чтобы человек делал волю дьявола. У него есть свои сети. У него даже есть мировые сети, свои мировые сети. Написано, что Бог освобождает от сети ловца. Вот этот ловец, он дьявол, он ловит очень сильно. Если вы выходите на интернет, world wide web, сеть. Сеть, которая на самом деле очень многих людей поймала. Там очень много распутства. Многие говорят, что больше 40% информации, которая есть в интернете, это распутство. Это очень много. И сатана хочет, чтобы люди погружались в это. Сатана хочет, чтобы они были затянуты этим. Тем, что они смотрят, тем, что они читают, тем, что они делают. И сатана хочет, чтобы они не просто это делали, а чтобы, делая это, они думали, думали, что у них все нормально с Богом. Чтобы они думали, что благодать Божья не касается этого. Я могу жить так, я могу жить распутно. И в то же самое время я могу пользоваться благодатью. Благодать меня будет прощать, миловать. А я буду себе брать из мира, из всего того нечистого, все то, что мне нравится. То есть, именно в этом-то была проблема. Что тогда, в те времена, были люди, которые жили распутно. И говорили, что это нормально, что можно так жить. И Бог тебя обращает. Ты любит тебя таким, каким ты есть. Вот сейчас есть церкви, которые принимают гомосексуалистов, лесбиянов. Это прямое, прямое нарушение Слова Божьего, которое... Люди, которые используют благодать и распутство. Или благодатью прикрывают распутство. Говорят, Бог любит таким, как ты есть. Живи такого, как есть. Бог тебя любит таким, как есть. Не обязательно меняться. Понимаете? Повод к распутству. Проблема эта тянулась там. И казалось бы, в те далекие-далекие времена, не было таких проблем, как сейчас. Но из-за того, что вкрались люди, из-за того, что кто-то сделал большую проблему там. И из-за этой проблемой Иуде пришлось писать другую проповедь, другое послание, чем он хотел. Это проблему и звучит сегодня нам. Предупреждение, чтобы мы были как можно дальше от распутства. Это распутство, оно выражается во многих разных вещах. Вот даже, например, вот это же слово, оно бесстыдство. То есть, без стыда люди одеваются, без стыда говорят, без стыда ведут себя. И это есть то же самое, что они думают, что это нормально. Нет. Нет. Слово Божие призывает стыдливости. Слово Божие говорит, что надо быть стыдливыми. Надо одеваться, как прилично святые. Надо вести себя свято. Будьте святы во всех поступках. И когда Иуда увидел эту проблему, он называет проблему своим именем, он сразу называет, в чем проблема. То есть, проблема в том, что люди неправильно понимают Бога. Ведь каждый человек, который приходит к Богу, первое, что он понимает, он должен, первое, что он должен понимать, это человек должен понять Божью святость. И когда человек понимает Божью святость, тогда человек понимает, что? Свою греховность. Чем больше он понимает Божью святость и хочет приближаться к Божьей святости, тем дальше он хочет быть от греха. И вот это и есть благодать. Благодать, которая научила нас, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши постыдные дела, отвергнувши вот этот разрат, стремились к Богу. Она учит нас. Она не просто учит Богу, Бог любит тебя. Нет. Она учит, чтобы Бог сядет. Она учит, чтобы Бог хочет, чтобы мы были святы. Она учит, чтобы мы отвергали нечистоту и в любых его проявлениях, разрат в любых проявлениях. И после этого он пишет, я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь избавил народ из земли египетской, потом неверующих погубил. Картину, рисует картину. Значит, Бог избавляет. Божье избавление, это очень сильное Божье избавление, которое было из египетской земли. Правда? Десять казней. Море, которое по правую и по левую сторону. Народ проходит. Все. Стол огненный, стол облачный. То есть, множество, множество великих божьих проявлений. Что происходит дальше? То есть, сначала происходит избавление. Бог избавляет. Что происходит дальше? Потом неверующих погубил. Вот самое интересное то, сколько там было неверующих? Многих ли мало? Избавил весь народ. А неверующими стали все старше поколение. Все почти, практически все. Очень мало. Буквально несколько человек. Несколько человек остались живы. Плюс младшее поколение. Но все старшее. Те, кто роптали, они погибли. Потом неверующих погубил. То есть, он показывает вот эту картину, рисует. Он избавляет. Но тех, кто не верует, он погубил. Рисует другую картину. И ангелов, не сохранивших своего достоинства. То есть, ангелы, они были созданы. Они были в Божьем присутствии. Они прославляли Бога. Но они не сохранили достоинства. То есть, они не сохранили своего места, как ангелы. Из-за того, что они не сохранили свое место, как ангелы, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Значит, те ангелы, которые не сохранили своего достоинства, оставили то место, которое Бог им сказал, где они должны быть. Бог держит их сейчас в вечных узах. То есть, они связаны вечно под мраком. До какого времени? На суд великого дня. У Бога есть определенное время, и в этом времени, в этой скале времени, есть время, когда будет суд. Все, весь этот период времени, который существует в нашей земле, ангелы находятся под мраком, они связаны, и они ждут этого суда. Вот эти ангелы, которые не сохранили своего достоинства, они ждут великого суда. Это вторая картина. Первая картина – израильский народ, вторая картина – ангелы, которые были когда-то с Богом, были рядом, пославляли Бога, но из-за того, что не сохранили, находится сейчас в узах. Третья картина – Содом и Гамора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие, ходившие за иной плоти, подвергни, подвергнувшись казни огня вечного, поставленных в племет. Наверное, вот эта яркая картина «подвергнувшись казни огня вечного». Думаю, почему вечного? Почему вечного? Потому что перешло с совокновенного, когда камни огненные падают, когда это все загоралось, у них ад начался там, и этот ад просто не перешли. Когда они умерли, они попали в этот ад. Почему? В данном случае за Содом и Гамор говорится «блудодействующие и ходившие за иной плоти». Это не что иное, как разврат. То есть, именно великий уровень разврата в Содоме и Гаморе стал причиной гибели этих городов. Некоторые сейчас говорят «нет, они там просто плохо поступили, они там ангелов хотели обидеть, там еще что-то». Нет, конкретно написано. Почему? Многие говорят, «ну, это не относится к гомосексуализму». Относится, здесь написано. Слово Божье конкретно говорит. «Ходившие за иной плоти, подвергнулись казни огня вечного поставлены». Пример. Вот этих три примера, он рисует три картины для того, чтобы показать три примера тех, кто погиб. Так точно будет синий мечтатель. То есть, люди, которые думают, что можно жить в благодати, можно грешить, можно блудить, можно разврат разного рода допускать в свою жизнь. Иуда называет их мечтателями. То есть, люди, которые мечтают о благодати, но они не знают о этой благодати. Они мечтают о вечной жизни, но они никогда ее не увидят. Почему? Потому что у них в сердце желание другое, желание жить по плоти, ну и жить вечно. тоже хотелось бы сделать. Правда? Вот именно так это выглядели. Так точно будет с этим мечтателем, которые оскверняют свою плоть. Вот это слово оскверняют свою плоть. Всякая нечистота, всякая распущенность, всякий блуд это осквернение своей плоти. Бог дал тело не для плода, не для греха. Бог дал тело для того, чтобы мы славили Бога в нашем теле. Правда? Только для этого. Люди очень часто из-за того, что неправильно живут, пожинают плоды неправильной своей жизни. Очень часто люди начинают обвинять Бога в том, что они делали неправильные решения, которые привели их к неправильным последствиям. Они были наказаны своим же собственным грехом. И в конце концов они хотят сказать, Боже, почему ты это сделал? Ну, ты же делал неправильный выбор. Ты давал место дьяволу. Если ты давал место дьяволу, зачем ты винишь Бога? У меня сегодня одна интересная была беседа с одним человеком. Пришел я в Лоус. Я всегда, если очень интересные люди какие-то, я люблю с ними беседовать. Длинные голосы. Парень такой стоит высокий. Спрошу. Смысл жизни спросил. Он говорит, я часто рассуждаю об этом. И ты знаешь, я думаю, что это смысл жизни, чтобы поглощать жизнь. Обзор было. Хорошо, но это просто жизнь. Ты просто живешь и все. А для чего ты живешь? Для чего я взял? Ну вот, если бы не было бы жизни, то люди не могли бы постигнуть вселенной и так дальше. Ну, говорю, Но смотри, у каждого человека всего-навсего, если бы не было разума, я говорю, всего-навсего 3%, у кого-то может очень умного 5% мозги работают, остальные 95% не работают в том направлении, в котором могли. А вселенную мы знаем, что миллиарды звезд даже к первой звезде долететь никто не может. И вряд ли сможет когда-нибудь. Их миллиарды, миллиарды, миллиарды. Какой смысл? Когда я это спросил, я потом думал, вот интересно, так вот человек начал, значит, рассуждает за смысл жизни, а потом я начал говорить об Иисусе, что мы грешники, и наш грех, он лежит на нас тяжестью, свою тяжесть дает нам. И если мы принесем свой грех Иисусу Христу, Иисус Христос прощает нас грех, снимает эту тяжесть. Я смотрю, он как-то так, потом посмотрел направо, налево, ко мне так нагнулся вот так. Какое ты имеешь право говорить не о Боге? Начал злые глаза, и так вот для меня ух ты, думаю, ничего себе. вот моей у моей девчонки ее изнасиловал какой-то человек, и потом этот человек пришлось ей делать аборт, и она сейчас с этим человеком должна жить. Я говорю, слушай, ну не только не только ж Бог есть дьявол, и дьявол делает так, что многие люди делают неправильное решение, они слушаются, поэтому ну что ты видишь Бога. Я ему сказал, что Иисус любит его, ну вот на этом я разошелся с ним. Я никогда не ожидал, что он с такой не ожидал.